Здравствуйте, в эфире программа Учурда. И сегодня мы поговорим о том, как введенный режим чрезвычайного положения повлияет на население и экономику, и можно ли ослабить карантинные меры в стране. На сегодня за сутки из стационара выписано 20 пациентов. В Бишкеке 4 человека, в Джалабадской области 8, в АШ 8. Таким образом, всего за все время выписано с выздоровлением по стране 322 пациента. Но из 24 апреля зарегистрировано 25 новых случаев заражения COVID-19 в столице 6, в Чуйской области 4, в АШ 3, в Ожской области 3 и в Нарынской области 9. Всего по республике 656 инфицированных. Например, вчера в Кыргызстане за сутки уже выздоровели 48 человек, ранее заболевшие коронавирусной инфекцией, а выявлено новых инфицированных 19. Такие показатели дают надежду на скорейшую стабилизацию ситуации. Подробнее смотрите в нашем сюжете. На сегодняшний день за сутки выписаны почти половина пациентов, заболевших коронавирусом. При выписке результаты анализов у всех пациентов были отрицательными. На 23 апреля текущего года за сутки из стационаров с выздоровлением выписано 48 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19, из которых в Бишкеке 14, в Нарынской области 2, в Ожской области 7 и в городе Ож 25. При выписке результаты анализов на коронавирус у всех отрицательные. Таким образом, за все время выписано с выздоровлением по стране 302 пациента. Одна из таких выздоровеющих пациенток оказалась Надира. Она находилась в стационарном лечении у местных специалистов. На сегодняшний день она полностью здорова. Сегодня 14 день, как я здесь нахожусь. Чувствую себя прекрасно. Поступила, не сказать, что в тяжелом состоянии. Такое у меня было легкое. То есть это небольшое недомогание, сильные головные боли. То есть в таком состоянии я сюда пришла. Доктор меня смотрела, лечила, вылечила. По словам экспертов, коронавирусная вакцина еще не найдена. Однако врачи лечат инфицированных больных антивирусными препаратами. Всех граждан с положительным результатом на COVID-19 помещают на обсервацию на 14 дней. Но Всемирная организация здравоохранения рекомендует выдерживать инкубационный период заболевания 28 дней. Я отмечаю, что 14 дней недостаточно. Спасибо вам большое. До свидания. После выписки пациенты находятся под присмотром врачей ГСМ. Им не разрешается никуда выходить. Находятся под домашним карантином. Мы даем выписку и рекомендации. Выйдите на связь. Реанимация. Сколько у вас сегодня больных? Реанимация. Выйдите на связь. Сейчас я подойду. Сейчас провожу и подойду. Всего в стране за время распространения коронавируса умерло 8 человек. Остальные находятся на обсервации и на лечении. Сейчас мы поговорим с руководителем Республиканского научно-практического центра по контролю вирусных инфекций Зуридином Нурматовым. И попытаемся понять, позволяет ли эпидемиологическая ситуация в стране ослабить карантинные меры. Алло, Зуридин Шарипович, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что согласились принять участие в нашей программе. Скажите, пожалуйста, вот если смотреть на показатели на сегодняшний день, можно ли ослабить карантинные меры у нас в стране? Если так анализирую, то если по неделям посмотреть, если первая, вторая неделя, а даже третья неделя, каждый раз, каждую неделю, чем предыдущей, было 3-4 раза больше. Но последние недели, начиная с четвертой недели, это где-то с 5 апреля, 2,5 раза было больше, чем предыдущей, недели, потом уже 5-я неделя, 11-16, было больше 1,1 раза. А вот последняя неделя, 6-я неделя, это 17-12 апреля, составлен 0,9. Это означает, что зарегистрирование случаев за 6-й недели чуть меньше, чем 5-я неделя. Ну, если фактически, говорят, было 5-я неделя 68, а 6-я неделя было 146. Это позволяет сделать какой-то нам вывод, что у нас уже тенденция роста заболеваемых остановилась и уже пойдет на упад. Ну, вот скажите, так сколько же все-таки инкубационный период коронавирусной инфекции? Все-таки 14 дней или 28, как говорят в некоторых странах? Это неоспоримый вопрос. 1-14 дней с момента заражения человек может заболеть на второй же день, это считается 1 день. Самый потолок, если поздно у него проявляется, это 14 дней. А в самом деле, в основном, где-то 80% людей уже начинают болеть со 2-го по 4-й, 5-й день с момента заражения. Понимаете, сейчас у нас тоже уже как-то пошло на убыл, убывает уже, чуть-чуть меньше регистрируется. Ну, тенденции роста в окраинном случае уже нет. Особенно вот в Оржевской области, Либия, на юге, где раньше началось. И нам кажется, сейчас это можно как-то вот это положение, чрезвычайное положение отменить, оно все равно с определенным соблюдением условий, чрезвычайной ситуации. Во-первых, мне кажется, вот таких предприятий открывать, где руководители могут создавать условия по соблюдению санитарно-гигиенических мер по нераспространению коронавирусной инфекции. То есть, что это означает? Означает, что они там соблюдали масочный режим, чтобы руку постоянно было условие, мыть руки соблюдать гигиенические условия, чтобы они работали не в тесном контексте, а отдаленно, друг от друга, и их доставляли домой на специальных машинах. Вот такие предприятия можно открывать. Также можно открывать услуги, например, оказывающие паркмакские или паркмакские, но с соблюдением разных, чтобы кто хозяевал паркмакских, они должны соблюдать, чтобы у них был этот масочный режим, чтобы люди не стояли в очередях, а чтобы у них была дозатора и другие условия. Вот это потихонечку можно открывать. Потому что долго держать в таком карантинном режиме уже нет смысла. Это чисто наше мнение. Мы разговаривали с другими специалистами, они тоже говорят, что уже надо открывать. Потому что народ как-то уже затрудняется. Особенно те, кто работает в социальных работах, ежедневно чего-то зарабатываете, за счет их живут, вот они в очень определенном положении. То это сейчас, учитывая вот это мероприятие, и учитывая, надеясь на сознательность людей, и что они будут соблюдать все вот то, что говорят медики, и можно открывать потихонечку, потихонечку, ну, поэтапно. Понимаете, поэтапно. Сразу их не надо открывать. Например, транспорт, вот, может быть, не пустить только городские автобусы и трилемусы. Но людей потихонечку открывать, чтобы сразу, как открыли, отменили карантин, нанесли люди, чтобы не выходили на улицу, потому что у нас еще гуляет этот коронавирус, поэтому вот это люди должны хорошо понимать вот это. Зуридин Шарипович, скажите, сейчас вот есть основания для того, чтобы распространение COVID-19 в Кыргызстане пошло все-таки на спад. Вот сегодня, да, об этом сообщил на брифинге замминистра здравоохранения Нурбулу Тусинбаев. По его словам, решение о массовом карантине и режиме ЧП было непростым и привело к росту нагрузки на систему здравоохранения. Он также отметил, что будут приняты меры по облегчению действующих условий. Однако население должно ответственно отнестись к данной ситуации. Также, вот как вы сейчас подчеркнули, давайте послушаем, что он сегодня сказал. Мы ждали, что каждый день будет много случаев заражения. 40, 30. Я далек от того, чтобы говорить, что в дальнейшем число зараженных будет расти. Тем не менее, мы работаем усиленно. Стабилизация есть. Можно говорить, что есть основания для спада эпидемии. Вот, исходя из его выступления, он говорит, что ожидали большего количества заражений. Как вы считаете, почему у нас, все-таки, ну, относительно других стран не так много случаев? Да, ну, там есть разные методики и разные научные исследуют, кто-то прогнозирует количество случаев в разных странах. У нас тоже самое благоприятное это условие было где-то 1800. А сейчас у нас, сами понимаете, намного меньше. На сегодняшний день 656 случаев заражентировано. И это означает, что проводимые мероприятия, которые в нашей стране проводились, дал какую-то свою эффективность. И также из числа всех заболевших уже почти, ну, можно сказать, 50% вылечились, 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 они выписаны. Также можно отметить, что у нас сейчас это 800, и составляет это 1,2. Если сравнить, так, в общей статистике в мире, тогда получается намного разы меньше. В общей статистике получается 7% от всех заболевших это умерло, ну, это около 200 тысяч человек на сегодняшний день. Зарядин Шарипович, вот могут ли повторно заразиться те, кто уже переболел? Нет, никогда. По какой причине? Потому что, когда в организм это уходит какое-то тежурородное тело, ход вирус, ход в бактерии, все вот это в организме врабатывается против него антитела. Антитела это очень сложный механизм, ну, Бог так-то и создал нас, если в лаборатории не будет определять даже уровень антитела против этого вируса, все равно в организме остается иммунологический память. То есть, когда вот этот вирус входит, повторно мы заражаемся, вот это сразу же вырабатывается антитела, туча, и вот этот вирус не успевает вызвать заболевание. Понимаете, есть такое понятие, иммунологический память. И скажите, вот при таком раскладе ситуации, как скоро кыргызстанцы смогут чувствовать себя в безопасности от этого вируса? Скорее всего, мы, ну, это такое мобилирование, к 1 июня уже будет у нас единичный случай, 1, 2, 3, вот такое, хвосты вот такой в стушке будет. Мы так это предполагаем. Ну, все равно то, что это фактически заболевание, сейчас регистрируется, вот это тоже подтверждает наш прогноз, то, что мы планировали, вот примерно то, что уже совпадает. Даже мы предполагали где-то побудет 24-го, 26-го, но уже, мне кажется, уже этот пик мы достигли и пошли на убыл, уже спад идет. Я уже говорил, по сравнению с прошлой неделей уже на 0,9, то есть чуть меньше, чем в прошлой неделе. Ну, кыргызстанцы все равно, вот если правительство примет решение отменить чрезвычайное положение, они не должны успокоиться, что все у нас, это как-то вспышка закончилась, но у нас, как я говорю, у нас сейчас довольно много, каждый день, где-то 20-30, вот такое, ну, колебайка в разных, это по разным причинам, то, в зависимости от, как действует там, фактор, когда они были в контакте, вот люди не должны это успокоиться, люди должны соблюдать все то, что говорят на лексийских работниках, они в первую очередь должны это избегать от контакта друг от друга. Обязательно вот это, по различным спортивным мероприятиям, это мы однозначно боялись тоже, мы как социалисты предлагаем это, правительству тоже, наверное, свои предложения не разрешить, не проводить. Людям, людей тоже мы просим, чтобы вот такие мероприятия не проводили, а то у нас обычные, что каждый, по поводу любого повода, день рождения или чего-то пришел, то и другие, разные, если, мы сейчас вот так вот собираемся, чтобы вот люди ответственно относились, чтобы дальше мероприятия не распространилась коронавирусная инфекция. Спасибо большое, Зуридин Шарипович. На сегодняшнем брифинге комендант столицы Алмазбека Розалиев высказался касательно того, что отдельным сферам деятельности при ослаблении карантина разрешат работать. А каким вот именно, давайте послушаем. Я считаю, мы проанализировали ситуацию. В первую очередь необходимо, я думаю, запустить те сферы деятельности, где задействованы, значит, наше население с однодневным заработком. Это, в первую очередь, это, наверное, стройки, ну, это станции технического обслуживания, это вулканизации, это такси, но, еще раз хотел сказать, со строгым соблюдением санитарно-эпидемиологических правил не более двух человек в одной, не более двух пассажиров в одной машине. Еще раз хотел бы, значит, предупредить, все, что мы, вот какие предложения даем, это все должно быть связано со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических правил, будь то стройка, будь то СТО, значит, своевременная обработка, ношение масок, соблюдение дистанции, мы можем рассмотреть, рассмотреть данные сферы деятельности. С введением режима ЧП многие граждане потеряли возможность зарабатывать и кормить свои семьи, особенно это коснулось тех, кто жил на додневный заработок. При этом в Кыргызстан вернулись многие мигранты, и это также отразилось на экономике страны. Какие последствия ожидают нашу страну и мир после завершения пандемии, мы спросим у эксперта по экономике Нургуль Акимовой. Нургуль Мама Садыковна, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что согласитесь принять участие в нашей программе. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, готовы ли наши граждане к продлению режима ЧП? Я думаю, решение продлить, что, конечно, все будут вынуждены сидеть на карантине, но с каждым днем все сложнее, потому что у многих людей, кто работал на наемной работе, у них не было на компании. А если они были, то они, скорее всего, были скромные, и люди, просто потребляя и не зарабатывая, недолго могут быть в этом состоянии. Понятно, что здоровье важнее, безопасность важнее, но тем не менее наша страна относится к тем странам, где больше потребляют и меньше сберегают, и движения пока не на том уровне, чтобы можно было сидеть подолгу на карантине, на самоизоляции. Ну вот скажите, многие страны, многие, скажем так, правители своих государств, они оказывают какую-то социальную помощь. Какой размер социальной помощи помог бы нашим кыргызстанцам пережить режим ЧП и карантин? Я думаю, больше всего сейчас система, что у нас изношенное оборудование медицинское и человеческий капитал также в системе здравоохранения не самый лучший. То есть там, начиная с средств индивидуальной защиты, заканчивая продовольственными партнерами, врачи очень нуждаются. Все остальные граждане, они тоже нуждаются, но понимают, что Кыргызстан не имеет бюджетных резинов, фондов благосостояния, какие имеют другие страны. И в этом контексте бюджет, скорее всего, будет обслуживать в основном социально уязвимые свои. Мы знаем, что у нас есть более 500 пенсионеров, есть инвалиды, есть имущие. И все они сейчас больше всего нуждаются в поддержке государства, так как размер тех, которые они получали до карантина, до снасимума. То, что деградация этого не стала для высокого уровня заболеваемости, не только инфекционные, а в целом, что Кыргызстан не стала снижением, требует именно делать в первую очередь соцпределение. Спасибо большое, Нургульма Масадыковна. Мы очень извиняемся за технические проблемы, со связью очень туго сейчас. Сегодня комендант Бишкека также сообщил, что на фоне самоизоляции выросли факты семейного насилия. Если сравнивать с прошлым годом, то более чем на 61%. Также Розалиев отметил, что в комендатуру приходит очень много вопросов о проблемах работы кризисных центров, до которых с введением режима ЧП подвергшиеся насилию женщины не могут добраться. Возросли случаи насилия, и это начинает беспокоить общественность. Готов ли комендатура дать добро работе кризисных центров, сможет ли обеспечить безопасность временным местам нахождения жертв насилия. Да, мы можем рассмотреть данный вопрос, но при одном условии, что если кризисные центры будут соблюдать санитарно-эпидемиологические правила, именно в связи с тем, что там будет определенное скопление людей, значит, они должны подходить под эти все требования санитарно-эпидемиологических правил. Что касается обеспечения безопасности данных учреждений, мы готовы выставить охрану, обеспечить охрану общественного порядка, физическую охрану, будем говорить, постояльцев данных центра. С нами на прямой связи Наталья Павловна. Она является психотерапевтом кризисного центра СИЗИМ. Наталья Викторовна расскажет нам, по какой причине выросло число домашнего насилия и как с этим можно справиться. Наталья Викторовна, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что согласились принять участие в нашей программе. Скажите, по какой причине так выросло число фактов семейного насилия? Ну, причины очевидны. Карантин является серьезным испытанием для любых отношений. Даже если в парах есть здоровые отношения, то режим самоизоляции вызывает стресс даже в этих парах. Не говоря уже о семьях со случаями домашнего насилия. Дополнительной угрозой являются экономические последствия, что тоже вызывает конфликты и недопонимание. К тому же карантин серьезно ограничил возможности женщин защитить себя. Поэтому, когда все находятся длительное время, что называется, нос к носу, друг с другом, стресс неопределенности у людей очень высокий. Поэтому и случаи насилия выросли. К вам обращаются жертвы семейного насилия. По каким причинам чаще всего возникает дома конфликт? По каким поводам возникают конфликты, это даже не так важно. Главное, что есть люди, которые умеют разрешать конфликты без агрессии, а есть люди, которые только с помощью агрессии улаживают свои проблемы. Поэтому любая причина является только поводом, если у людей отношения построены только на власти и контроле. Если бы не было именно этой самой изоляции, жертвам насилия было бы легче и дальше терпеть? Дальше терпеть легче или нет, это не тот вопрос, который, мне кажется, надо задавать. Потому что что значит дальше терпеть? Когда без режима самоизоляции, без карантина, мы же работали, женщины, и тогда не все обращаются, кто терпит насилие. Это, собственно, большая проблема. Мешает обратиться и стыд, и страх, и виктимность, воспитанная годами власти и контроля. Но сейчас просто им некуда одеваться, и, собственно, невозможно найти защиту. Потом, знаете, у нас ситуация такая, даже и без вот этого карантина, наша основная парадигма, так будем говорить, что из дома в случае насилия жертва бежит, ищет себе приют, или в шелтерах кризисных центров, или у родственников, или у знакомых. Агрессор же остается дома, в привычной обстановке. Может быть, как раз вот эти проблемы, которые сейчас возникли в связи с карантином, они послужат мотивацией, что, может, надо как-то изменить подходы? Потому что вот в странах, где... Ну, то есть у нас вот есть закон о защите от насилия в семье. Если случай насилия установлен, выписывается временный охранный ордер, который предписывает прекратить насилие, там он выдается жертве, виновнику. Однако вот в других странах это называется судебный запрет. То есть запрещают вообще приближаться к жертве на определенное расстояние. То есть если факт насилия установлен, не обязательно виновника насилия прям арестовывать и сажать его в тюрьму. Но можно ему выдать судебный запрет, и пусть он тогда ищет себе приют, убежище, и все, что хочет. А жертва с детьми, как правило, должна оставаться дома. Другое дело, что отслеживать вот эти условия охранных ордеров никто не отслеживает. Вот выдали охранный ордер, и на этом практически все. Наталья Викторовна, скажите, вот почему у истязателей проявилась активность именно в условиях режима ЧП? Это связано с каким-то эмоциональным, может быть, давлением или экономическим? Ну, послушайте, во-первых, она не проявилась именно в этом. И она просто увеличилась и обострилась. А насилие в семье – это вообще большая проблема, еще и до карантина. Было вот с начала года, было много случаев прямо со смертельными исходами. То есть нельзя сказать, что эта проблема появилась во время карантина. Просто она стала более явной из-за того, что жертва не может защиту найти. Это ограничило возможности пострадавших куда-то обратиться. Потом, знаете, причины, по которым люди ведут себя агрессивно, можно объяснить, да? Психологические причины. Ну, что называется, наука может объяснить все. Только зачем? Это будет звучать как оправдание. Ну, допустим, можно сказать, что виновники насилия, как правило, очень тревожные люди. Они с таким ущербным эго. Им надо обязательно доказывать что-то себе, что они что-то значат, ну, не путем какого-то саморазвития, а только путем власти и контроля над другими людьми. Ну, это, может это объяснить, но не оправдать же. Наталья Викторовна, скажите, как женщины, которые подвергаются домашнему насилию, могут обратиться к вам в центр кризисный? Они могут обратиться. Мы продолжаем работать, хотя и удаленно. Работают наши телефоны, ну, горячие линии. Потом к нам могут их перенаправить кризисные службы, вот 112, 111, которые сейчас работают. На нашей страничке в Фейсбуке опубликованы и наши телефоны, которые работают, и контакты наших специалистов, юристов, адвоката, психологов. И, собственно, они могут позвонить в любой момент и поговорить с нами. Знаете, мы, конечно, не знаем волшебных слов, но иногда даже просто разговор с человеком, который тебя понимает, не осуждает и готов помочь, является просто спасительным. Спасибо большое, Наталья Викторовна. Президент Сорунбай Джинбеков 20 апреля рассказал о прогнозах выхода из карантина и плане по открытию предприятий. Тогда он сказал, что уже готов список некоторых предприятий, которые предполагается запустить. Но глава государства отметил, что решение будет принято после того, как пройдет пик заражения коронавирусной инфекцией. А именно с 20 по 24 апреля. А пока вопрос об ослаблении карантинных мер не решен, оставайтесь, пожалуйста, дома. Берегите себя и своих близких. С вами была Анастасия Кан. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...